Смерть, это что такое? Это ужас? Нет, оказывается, на миру и смерть красна. О странном поведении российского президента Владимира Путина говорят с 2020 года. Во время эпидемии коронавируса он практически перестал появляться на публике, а с чиновниками общался из бункера по видеосвязи. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурцы он пришлешь? Да, конечно. Дальше больше. Журналисты заметили, что столы, за которыми Путин принимает гостей, становятся все длиннее. Это породило целую череду мемов. В 2022 году издание проект выяснило, что помощники президента в поездках собирают в чемодан и увозят в Москву экскременты первого лица. Кажется, с началом войны в Украине паранойя Путина достигла апогея. Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. На прошлой неделе стало известно, что президент России передвигается по стране на бронепоезде, опасаясь, что украинские спецслужбы собьют его самолет. Теперь Путин добирается на этом составе до резиденции в Сочи, в Санкт-Петербурге и до своего любимого места – комплекса на Балдаре. Кажется, Путин настолько сильно боится умереть, что впал в паранойю. Страх за физическую безопасность – это вообще одна из основных психоэмоциональных доминантов Владимира Владимировича Путина, которая сложилась еще в его детстве. Видимо, это связано с его непростыми отношениями со шпаной в ленинградских дворах в районе Баскового переулка, где он жил. Журналисты заметили, что некоторые встречи Владимира Путина сняты в студии на фоне хромакея. Так называют технологию совмещения нескольких кадров. С ее помощью можно снимать общение президента с разными людьми, не вывозя его из бункера. Например, так Путин встречался со стюардессами накануне 8 марта 2022 года. Кстати, на той самой встрече президент России пообещал, что мобилизации в России не будет. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Кроме того, признаки монтажа обнаружились на встрече президента с так называемыми матерями и вдовами, мобилизованных осенью 2022 года. По интернету разошелся фрагмент, на котором заметен монтаж. Странности нашлись и в последнем новогоднем телеобращении Путина к россиянам. Судя по всему, военных, на фоне которых президент зачитал поздравления, снимали в отдельной комнате. Кстати, вчера стало известно, что один из них, старший лейтенант Юрий Шнайдер, погиб в Украине. Готовь идти только вперед и только к победе. Возможно, такая изоляция – это способ скрыть информацию о здоровье Путина. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло. Журналисты проекта выяснили, что президента постоянно сопровождают врачи. Онколог – один из самых частых посетителей президента. Чаще него Путина посещают только ухо, горло, носа. Впрочем, как оказалось, Владимир Путин боится не только за свою физическую безопасность. Угрозу для него представляют даже нелицеприятные прозвища. В результате недавней утечки данных Яндекса и Роскомнадзора выяснилось, что существует как минимум два списка слов, которыми нельзя называть президента в интернете. Гондурас – идиот, тупорылый ублюдок, падла, тварь, мразь, выродок, отродье гнида, подонок, погонь, бздун, гнида, задрот, идиот, лох. Я думаю, что это проблема из детства, и она накладывается на то, что человек, у которого когда-то, как мы выяснили, было прозвище Моль или какие-то другие обзывательства в школе, его сделали. Его сделали. Не он сам себя сделал. Его пиарщики, политтехнологи, когда Путин стал преемником, сделали альфа-самцом. Вот это такая ситуация. Человек, который за последние 24 года был убежден всем своим окружением, что он альфач, вот, оказывается, про него говорят как про последнего лошка в классе. Желание скрыть из поисковой строки мемы и путинские клички, как обычно, привело к обратному эффекту. Я думаю, Путин вообще с трудом представляет себе, что такое интернет до сих пор. А это уже проблема любого вот такого автократического режима, где все подчиненные сами будут вот защищать, они сами будут вот по закону Барбары Стрейзен, да, то есть создавать список словом архипезрит, и таким образом они его увековечили. Впрочем, главный мем про Владимира Путина сгенерировал сам же президент. Расследователи Центра Досье выяснили, что теперь президент России предпочитает, подобно лидерам Северной Кореи, передвигаться на бронепоезде. Здесь Корея бы сравнила нынешнего Владимира Путина с войском Сталиным. Сталин ездил в честь на поездах, и все это продиктовано сейчас соображением безопасности, поскольку поезд сложнее идентифицировать в пространстве времени, и поэтому легче избежать уничтожающего удара со стороны США и их сателлитов. Но в конечном счете, естественно, требования безопасности диктуют перемещение Путина полностью под землю и дальнейшего поездки исключительно на метро, разумеется, по специально построенным для этого линиям. Кстати, судя по расследованиям, в распоряжении первых лиц России есть объекты так называемого «Метро-2». За раскрытие информации о таких секретных объектах московские диггеры получили реальные сроки. Путин меняется сообразно тем историческим обстоятельствам, в которых он действует, и сообразно своему старению, поскольку главный его вопрос — это невозможность справиться с проблемой старости и смерти. Он не может примирить себя с этими категориями, с чем связаны изменения в его поведении как личном, так и политическом.